Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Мы продолжаем проходить замечательную эмоциональную аркаду Рейн. Остались на том, что поставили себе цель дойти до определенного дома, который разоряет свет. И начинаем новую главу, пятую по счету. Давайте смотреть, чем все это разовьется. Они услышали шум реки. Девочка поспешила туда. Оно было там, на другом берегу. Не было моста, чтобы пройти. Придется вплавь тогда. Кто говорит, что будет легко. Побежали, может что найдем. А, эти злобные твари маленькие. Их при желании можно выпустить, я правильно понимаю? Стая маленьких тварей толкалась и прыгала за решеткой. Да, их можно открыть. Но сейчас это делать опасно, согласитесь? Но явно они какую-то свою роль сыграют. Так, я вижу там собаку. Так, ну-ка, давайте-ка вот сюда. Давайте их выпустим. Так, теперь главное избавиться от них самих. А, они побежали к своим братанам. Ну, самые, наверное, позитивные персонажи из всех возможных на данном этапе игры, я имею в виду из Чудищ. Давайте дальше. Так, здесь есть укрытие и граммофон. С помощью граммофона мы их приманим. Я имею в виду собаку. А, она откроет, я правильно понимаю? Ой-ой-ой, я имененько запалился. Мой косяк. Так, ты прятаться будешь, нет? Так, теперь их надо успеть выпустить. Так, а почему она идёт? Значит, нужно взаимодействовать. Чтобы один выпускал, другой нажимал. Так, ну-ка. Да, вот так нужно сделать. Давай, иди сюда. Не досмотрел я до конца. Не осмотрел все возможные варианты. Ну да, понятно, она мне как раз создаст укрытие, я из него их выпущу. Всё верно. Давай-давай, нападай. Ещё разок граммофон включаем. Всё, теперь они должны убежать. Если они свои пацаны. Всё, отлично, валим, 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 валим. Ну да, это было проще, опять же, чем кажется. Я всё время ищу более какие-то изощрённые варианты. Когда всё намного проще. А по пятам у нас идёт этот Кокозябр. Внезапно оно вернулось. Мне кажется, мы в конце на неё выпустим целую стаю этих гавриков. Большую. Короче, бежим, 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 бежим. Вообще не отвлекаемся. По лужам надо проходить, а не бежать. Правильно я понимаю? Да. Я первый. Я первый. Отлично. Ой, прямо мордой вгорясь. И вторая также. Окей, дети подземелья. Так, яма бы не упасть только. Ну давай, залази. Вообще, конечно, головоломки однообразные, да? То есть не представляется бы особо какие-то изощрённых вариантов. Так, залазим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Что за западлом? Ладно, я на улице. Меня видно, вот в чём беда. Скрыться при желании не получится. Так, может быть, двинуть этот контейнер, нет? Меня же сейчас смоют, сто процентов. Успел. Похоже, девочка не смогла бежать. Ни один из них не мог открыть ворота самостоятельно. Значит, придётся искать другую дорогу. Ладно, сейчас найдём решение. Ой, это что такое? Ёшки-младрёшки! Ворота были нестожны гигантским чудовищем. Так, надо как-то его привлечь, я правильно понимаю? Давайте пробовать. Чувствую, конечно, с первой попытки не удастся. Давай, 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 давай. Хорошо. В принципе, так это и предполагалось. Он ещё и окочурился. Вообще, заслужил двойную службу. Пошли. Надо то, что ворота открыл, ещё и сам помёр. Так, а что у нас здесь? Кроме грязи. Не хочу мараться, если честно. Машка, ну ты там где потерялась? Умываешься, что ли? Точно умывается. Пойдём. А, здесь ещё один такой. А, он очнулся. Машка, опускай лестницу. Быстрее, Эти гры, опускай. Вообще не мешкайся. Быстрее, Маша! Твою мамашу. Вот так нормально. Всё, теперь мы в безопасности. Если он, конечно, эти ворота не поломает. А мне что-то подсказывает, что он всё-таки это сделает. В машину? Так, машина мчится к обрыву. Мне нужно будет что-то очень быстро делать. Пока не понимаю, что... Веганское чудовище толкает машину, в которой была девочка. Так, я понял. Блин, я понял, но он меня заметил. Нужно выпустить этих гадов. Пока он её не столкнул. Так. Быстрее, быстрее. Быстрее, я говорю. Ну, быстрее, а ты уже остался один-два удара. Давай, давай, открывай. Бегом, бегом, бегом. Бегом, открываем ворота. Давайте, пацаны, быстрее, за дело, за дело. Отлично. Машка, ты осознаешь, что ты была близка к буль-буль-буль? Если бы не мои быстрые, скоординарные действия, ты бы уже кормил рыб. Пошли дальше. Так, здесь надо перебыгнуть, да? Наверное, я так полагаю. Колабанга! Перед ними появился огромный мост. А, она вплавь, прыгать не умеет. Железнодорожная, да? Давайте. Надеюсь, поезда уже всё? По расписанию не ходят? Я, на всякий случай, побегу посередине. А, за цирком, они заметили маленький домик. В которой лежит наша дорога. И они отправились вперёд, прямо к цели. Так, здесь есть лестница, значит, дорога будет заколочена для нас. Ой! Быстрее, крестницы, быстрее, 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 быстрее. Да ты там не восхищайся лучше, а беги. Вообще, я посмотрел, игре первые оценки поставили. Довольно средние. Есть издания, которые поставили восьмёрки, девятки, а есть те, кто поставил шестёрки, даже пятёрки. То есть, всё-таки, наверное, одни ставили свои рецензии, основываясь на эмоциональных чувствах, да? А те, кто поставил низкие оценки, наверное, всё-таки на геймплей, потому что в основе своей геймплеи однообразен, и, как я уже говорил, головоломки тоже. Но берёт игра именно своим эмоциональным подтекстом. Как и многие такие аркадки, то есть, они именно настроены на то, чтобы тот, кто в них садится играть, был готов. Но не скажу восхищаться, удивляться, там, или грустить, в депрессивное состояние впадать, а просто получить определённое удовольствие. Так, дорога закрыта, да? Ты опять всё время руки в боки, тебе не нравится. то за голову хватается, то за бока. Вот здесь дорожка есть. По ней и пойдём. Давай толкать. Так, наш путь лежит в канализацию, это печально. А потом они увидели её, лестницу, идущую из канализации. Так, по пути пытаюсь понять, что там нужно будет сделать. Протолкнуть, да? Опять же ждём её, она у нас маленькая слоупочная. В любом случае, подождём. Ну, давай уже. Так, только бы не обвалилось мне ещё. Ага, понял. В принципе. Такой звук всегда сопровождает каждое вот это контекстное действие, такой пью. Я им поначалу удивлялся, думал, у него понять, что это значит. Так, наш путь, как я играл, лежит в канализацию. Чтобы найти путь наверх, им пришлось спуститься в канализацию. И что-то подсказывает мне, что ничего хорошего нас там не ждёт. Так. По колено в воде. А учитывая, что в канализации обычно не вода. Тяжело-то, конечно, когда его не видишь. Так, где собака? Здесь дождя вообще, в принципе, нет. А почему его... А, его видно, потому что он в грязи, да? Ладно, сейчас будем думать. В принципе, нас не видно, и пока мы не издадим громких шумов, быть не должно. Давайте попробуем. Так, по-моему, нас увидим. Я вроде не бегал. Давайте проходите. Ну, здесь... Мы сейчас будем в грязи, нас будет видно. Так, отлично. Их не было видно. Канализация будет такая напряжённая. Запах тут чудовищ летал вокруг. Они тихо и осторожно двинулись дальше. О-о-о! Что это значит? Тьма поглотила мальчика. Чё он сделал? Вернее, чё я сделал? А, всё, понял. Это какие-то чудища бегают. Это не просто... Я думал, это капельки, а это... Видимо, эти маленькие твари. Ладно, давайте помаленьку. Вот так вот. Не попадая под их следы. Попробовать миновать их. А-а-а-а! Я думал, они назад пойдут. Ладно. Много раз я тут уже умер. Принцип понятен. Во-первых, не нужно торопиться. Во-вторых, нужно смотреть всё-таки, изучать траекторию движения этих тварей. Так, всё, отлично. Третьей попытки уже как по маслу. Забавно, да, наблюдать за пустым экраном? На котором что-то появляются только следы. Так, здесь не совсем понятно, что... Можно пройти, нельзя? им нужно было выбраться из канализации. Так, а что с дверью у нас? Отлично. Ну, было не так сложно, как я ожидал. Там он нашёл лестницу, ведущую на улицу. Даже приятно, если честно, вернуться по проливной дождь, потому что это тишина, которая царила в канализации, маленько давила даже по прошествии этих всех серий. Привыкаешь к постоянному, но не белому, шуму, а шуму дождя. Так, а наверху цирк. За цирковым шатром был виден маленький домик. Так, ну до него ещё дойти, я так понимаю, надо, да? Девочка увидела его и пустилась бежать. Искренне надеюсь, что их одиночество закончилось. Глава пятая, дальние берега. Конец. Ну, судя по всему, ещё совсем не конец. И этот домик не принесёт нам никакого спасения от одиночества. Посмотрим, что там будет впереди. Дают за каждый конец главы по призу. Я не особо их собираю, конечно, но всегда приятно, когда что-то дают. Они забирают. Глава шестая, цирк ночи. Но её мы увидим уже в следующей серии. А пока спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всё, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok